Тот случай, когда капитальный ремонт не в радость. В одной из многоэтажек деревни Большие Катраси Чебоксарского района начали замену кровли по республиканской программе. Однако время для этого выбрали не самое удачное. Дождей залили все три этажа дома. Люди обложились тазиками и кастрюлями и уже третью неделю гадают, когда же это закончится. В затопленных квартирах побывала наша съемочная группа. Здесь у меня проживали дети. Из-за того, что не могла дышать, я уже обои отодрала сырые. По стене видно, как течет вода. Прямо уже могу показать сыро все, влага. Как только подрядчик приступил к капитальному ремонту крыши и снял часть кровли, погода в доме Ишалеевых кардинально изменилась. Во время дождя капать стало не только за окном, но и с потолка. А следом вода побежала и по стенам. Вдобавок ко всему, в доме пока нет отопления. В таких условиях обои вздулись, мебель начала гнить, на стенах успел образоваться грибок, а дети стали часто болеть. Квартиры Ишалеевых с потолка закапало еще в начале августа. В сентябре же вода просочилась уже и на первый этаж здания. Практически в каждой комнате многоэтажки, ведра, тазики и парниковая пленка. Эти вещи стали незаменимыми атрибутами несчастных жильцов на время дождей. Просушить комнаты электрическими приборами невозможно. Многие опасаются включать даже свет в квартире. Проводка и без того пропуская воду и скрит. Она ремонт делала недавно. Вот сейчас все, течет, а я под ними живу. Вся вода и к нам идет. А как жить? Прям тазики ставят, да? Вот так же, так же. Собираем, собираем. Натяженный потолок течет. Совсем недавно косметический ремонт сделали и в двух подъездах дома. Поспешили, сожалеют жильцы. Теперь и здесь, на лестничных клетках лужи, а на потолке подтеки. Приводить в порядок все помещения в доме, залитые дождем во время замены кровли, придется все-таки подрядчику, сообщают в фонде капремонта. Работы выполняются подрядной организацией ОКОЛИТА. Вот они приступили к работам немножко с опозданием. Вот подхватили погоду такую, что дожди пошли. Сейчас они выполняют работы, но мы дадим им предписание, что в скорейшее время они нам дали гарантийное письмо по поводу устранения всех замечаний, затоплений, по ремонту квартир или компенсации жителями дома. И гарантийное письмо о том, когда же они все-таки закончат эти работы. По договору, кровлю здесь должны обновить к 30 сентября. Однако, судя по прогнозу погоды, в срок работы вряд ли завершат. В принципе, буквально еще, может, день-два, и пойдет заклейка полная крыши, соответственно, потопы приостановятся. По крайней мере, мы на это рассчитываем, потому что плиты дома достаточно старые, швы большие, и течет не через саму крышу, а через край парапета. Где, опять же, и после даже заклики крыши, я думаю, будут небольшие протечки до установки желобов и водосочной системы. В фонде капремонта отметили, что фирма «Колита» хоть и изрядно подмочила себе репутацию сейчас, до этого подрядчик зарекомендовал себя как надежный и исполнил ремонтные работы на нескольких объектах в Чувашии без каких-либо замечаний. Так что проблемы в доме совсем скоро будут устранены, уверены в организации. Екатерина Храмкина, Елена Дмитриева, Святослав Петров, Вести, Чувашия.